Всем привет! Сегодня буду готовить варенье из терна. Что такое терн многие не знают. Вот это такой сорт сливы. Он круглый. Варенье отличается от обычного сливового варенья. Хорошенько промыли. Здесь у меня 3 килограмма. Нам надо его проткнуть в нескольких местах, потому что кожица у него толстая. И нам надо, чтобы сироп весь питался и добрался до косточки, чтобы он не испортился. Вот так вот. Где-то 7-8 дырочек. Вилкой не советую этого делать, потому что у вилки иглы толстые, чтобы не травмировать. Лучше всего иголкой. И ножом тоже не надо. Здесь у нас 3 килограмма сахара. Получается на килограмм терна, килограмм сахара. Добавляем к сахару 3 стакана 200 граммовых воды горячей. Итак, добавили 3 стакана воды горячей. До растворения сахара нам надо мешать, чтобы сахар не подгорел. Огонь надо сделать слабым. Все. Как только сироп закипел, мы его выключаем. Сюда идем. Погрузить ягоды вот эти все в сироп. Оставляем на 3-4 часа в сиропе, чтобы он пропитался. Итак, через 4 часа, и вот 4 часа она постояла. Вот видите, как она вот здесь вот сахар. Это потому, что он нехорошо растворился. Мы же всего только он закипел, и мы сразу сняли. Вот. Нам еще на дне вот сахар. Немного сахара. Сейчас его поставим кипятиться. Один раз закипит. Ну, минуту 2-3. И все. И сразу выключим. И оставим на ночь, чтобы он хорошо вот в сиропе постоял. Пока сахар не растворился на дне, надо огонь делать не совсем сильный, чтобы сахар не подгорел. После того, как она растворится, можно уже прибавить огонь. Вот так вот аккуратненько надо сахар приподнять, чтобы он не подгорел. Только аккуратно, чтобы ягоды не придавить. Вот так вот приподняли. Вот видите, уже нагревается. Сахар потихоньку уже начинает таять. Уже легче перемешать. И старайтесь очень аккуратно. Если есть силиконовая лопаточка, то лучше ей. Когда сахар растворится, старайтесь меньше совсем мешать или вообще не мешать. Вот так вот закипело минуты-две. Все, выключаем и оставляем на всю ночь. На 8-10. Десять часов. Вот как она выглядит. Сейчас ставим на огонь, на плиту. И до готовности будем готовить. Пену собираем после того, как хорошо закипело. С вечера пену собирать не обязательно. Там она один раз слегка закипела. Поэтому надо вот после второго закипания собирать. Прошло у меня 10 минут, закипело. Поэтому у меня обычно в течение 15 минут любое варенье готово. 13-15 минут старайтесь не передержать. Сейчас посмотрим на готовность. Берем. И вот так вот проводим. Вот. Уже тяжело сходится. Минуты две и все, можно выключать. 2-3 минуты. Вот так вот. Все, прошло 2 минуты. Все, выключаем. Варенье наше готово. В таком горячем виде собираем в стерилизованные баночки. Итак, варенье наше готово. Вот она еще даже немножко теплая, уже сжелировалась. Так что имейте в виду, больше 15 минут не стоит кипятить. Вот она все равно вот так вот сжелируется. Это она еще не совсем остыла. Вот хочу показать вам в остывшем виде, как она выглядит. Я ее для зимы не закатывала, поэтому посмотрите, какая она густая. Вот она так желируется. Вот такая она вот остывшая будет в баночке потом. Вот так вот. Такое ощущение, что он сироп весь впитывает в себя. Видели, да, сколько в начале было сиропа, когда я выключила. Есть, конечно, где кожа отделяется. Это я придавила, наверное, когда мешала. Вот. В основном они вот такие вот целенькие. Вот она вот такая. Надеюсь, вам все понравилось. У меня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok